Друзья, всем привет! Наконец-таки мы добрались до острова Мечты. Это тематический парк, который открыли неделю назад. И мне кажется, в нем уже все побывали, кроме нас, потому что меня не было в Москве, а Ленка одна сюда боялась идти. Государственные СМИ пестрят пафосными заголовками про самый большой парк развлечений, а первые посетители плюются и чувствуют себя обманутыми. Остров Мечты — это самый большой в мире аттракцион под названием «Машина времени назад в нулевые». Архитектура, подход к благоустройству, аттракционы, да и сама концепция — это все безнадежно устарело, и сегодня все это может вызывать лишь недоумение. Но обо всем по порядку. В мире есть много парков развлечений, и здесь нужно, наверное, объяснить, чем они отличаются от обычных парков-аттракционов. С аттракционами все понятно. Тебя там крутят, вертят, подкидывают, ты кайфуешь от выброса адреналина. Разные компании, кто эти парки строит, соревнуются как еще удивительных, избалованных посетителей. Чем страшнее и эффектнее у вас будет этот аттракцион, тем круче. Потому что народ приходит на аттракцион именно пощекотать нервы. Тематические парки развлечений — это немного другая история. И здесь акцент уже делается не столько на адреналин, он делается на эмоции. Здесь посетители переносятся в сказку. Они берутся в декорации любимых фильмов, мультиков. И это уже больше такая фанатская история. К примеру, есть Диснейленд. Эти Диснейленды открыты во многих странах мира. Они есть во Франции, в Америке, в Японии. И люди, кто приезжает в Диснейленд, они иногда приезжают на неделю. То есть около этого Диснейленда есть отель. И они приезжают прямо из аэропорта, едут в этот отель. Они селятся в этом отеле и больше даже никуда не выходят. То есть они целую неделю ходят по своему Диснейленду. То есть это такая чисто фанатская история. Они знают там всех героев, они знают все эти аттракционы. Они покупают себе всех этих там, не знаю, Микки Маусов и других там любимых героев. Как покупать весь этот мерч, это такая вот коммерческая огромная фанатская история, которая рассчитана на детей, на их родителей, кто любит мультики и кто приезжает, чтобы окунуться в эту сказочную атмосферу. Первый из тематических парков Уолта Диснея был открыт 17 июля 1955 года. Он стал воплощением идеи Диснея о парке, в котором был бы воссоздан мир мультфильмов и сказок. Где интересно всем, и взрослым, и детям. Собственно, со временем он и стал эталоном. И на него сегодня до сих пор многие равняются. Именно поэтому остров мечты, который сейчас находится за моей спиной, все сравнивают с Диснейлендом. То есть русский Диснейленд открыли, и многие журналисты окрестили этот парк русским Диснейлендом. Остров мечты позиционирует себя именно как тематический парк развлечений. Вот что они пишут у себя на сайте. Остров мечты — это первый в России крупнейший в Европе крытый тематический парк мирового уровня. На его территории вас ждут 9 сказочных миров с всемирно известными мультперсонажами, городской променад и благоустроенный ландшафтный парк. Это написано на сайте парка. Первые вопросы к парку возникают еще на подходе. Сразу чувствуется небрежность и спешка, в которой этот парк сдавали. Например, вместо газона перед входом просто голая земля, которая густо удобрена окурками. Перед входом же находится просто огромная парковка, она вся в лужах. Желоба для водоотвода, с одной стороны, есть, но так как рабочие забыли, что такое разуклонка, вода до этих желобов просто не доходит. Ленка обратила внимание на чудеса, которые здесь происходят с фонарями. Вот этот фонарь, он на кубике стоит, тот фонарь, он на кирпичах стоит. Где-то отваливается плитка, где-то нету газона, в будущих фонтанах просто свален какой-то строительный мусор. И подходя к этому парку, у тебя ощущение не сказки, у тебя ощущение, что ты просто заходишь на какую-то стройку. Кто-то забыл газовые баллоны, видимо, чтобы детям было чем играть. Парк открыт, здесь нет ни одного забора, здесь нет ни ленточек, ни объявлений, что еще идет стройка. Тут много детей, вот ребенок, вот ребенок, и при этом здесь какие-то такие странные вещи. Например, открытый люк, сдвинутый, и там портал в центр земли, куда может провалиться ребенок. Тут вот эти электрощитки, тоже ничего не огорожено, просто там куча проводов. И я не знаю, если дети здесь убегут от родителей, если родители отвлекутся, может произойти что-нибудь плохое. Уровень благоустройства, который здесь, понятно, они там еще доделают, но чудо здесь не произойдет. Потому что я уже вижу такую колхозную дешевую детскую площадку, которую обычно ставят во дворах таких жилых комплексов эконом-класс. Это самое такое примитивное оборудование фирмы КСИЛ. Для их заявки, как они заявляют, что у них такой супер крутой парк, оборудование можно было бы купить и получше. Можно ли было выбрать более убогую, некрасивую, неудобную лавочку, чем эта? Лен, помнишь, ты в Мюнхене тестировала детские площадки? Да. Как тебе вот эта детская площадка? Друзья, давайте на секундочку вспомним, как выглядят детские площадки в Москве, например. Вот так вот выглядит детская площадка в парке Горького. А вот так вот выглядит детская площадка около одного из жилых комплексов Бутово на окраине Москвы. Вы просто почувствуете, так сказать, разницу. Блин, вообще странно, почему нельзя было пригласить людей, кто может делать нормальные общественные пространства и сделать здесь вокруг действительно классный парк. И прямо перед главным фасадом здания расположилась огромная парковка. И смотрится это ужасно странно, потому что нам обещали не торговый центр, а нам обещали парк развлечений, тематический парк развлечений. Самое ценное место — это место перед главным фасадом. Тут ты ожидаешь увидеть всё, что угодно, но только не парковку. Потому что парковка — это зона отчуждения. Машина привозит всего несколько человек, а потом стоит там полдня. Она занимает очень много места. Большинство людей в подобные парки приезжают на общественном транспорте. Поэтому, если мы посмотрим, как парки сделаны в других странах, тот же самый Диснейленд, то мы видим, что приоритет там отдаётся именно общественному транспорту. Людям, которые приезжают, например, на поездки. Вот, к примеру, парижский Диснейленд. Здесь парковка расположена просто на отшибе. Вот огромный паркинг, видно на спутниковом снимке. И человек, который приехал на машине, потом идёт где-то около километра. Кстати, обратите внимание, где расположена станция поезда. Она расположена прямо около входа в парк. И люди, которые приезжают в парк на поезде, они не видят этой парковки. Они сразу, выйдя из здания станции, они попадают в сказку. Токио, Диснейленд. То же самое. Перед входом большая площадь, есть станция. Парковки есть, да. Но парковки, они относены, опять же, максимально далеко. Они не находятся перед главным фасадом. Если вы в Токио приезжаете на общественном транспорте, вы вообще не видите этих парковок. Давайте возьмём Universal Park в Голливуде. Здесь парковки есть. Но если мы посмотрим на карту, мы увидим, что эти парковки многоуровневые. Они просто пристроены сбоку. И опять же, посетители, которые приехали туда на такси, или которые приехали на общественном транспорте, они просто не видят эти огромные поля асфальта, и они не видят парковки. Ну и давайте теперь вернёмся в Москву, и посмотрим на вот это асфальтовое поле. Я надеюсь, теперь вам понятно, почему это плохо. Сегодня остров Мечты лишён площади перед входом. Это особенно странно, потому что сам парк крытый, то есть все развлечения там находятся под куполом, но уличные активности тоже важны. Например, зимой, да, у нас есть плюс, у нас меняются сезоны, и зимой на площади там можно было сделать большой классный каток, как, например, на ВДНХ или в парке Горького. Можно делать какие-то ледовые городки, можно делать кучу каких-то зимних развлечений, которые были бы просто перед входом в парк, и сразу бы создавали атмосферу сказки. Ещё обратите внимание, опять же, такой важный момент, здесь нигде нет нормальных переходов. Вот это парковка, и люди выходят с детьми, выходят с этой парковки. Это заход на центральную аллею, которая ведёт к главному входу. И вот здесь у вас просто выбегает ребёнок, и он выбегает прямо под машину. Вот здесь вот переходит дорога на парк, вы просто выходите из-за стены, из-за стены. Идут, хоп, а там машина едет. Кстати, не очень понятно, зачем они ещё всё обнесли забором. Есть такие ещё ворота, которые, наверное, должны закрываться, чтобы никто не проник ночью на территорию и не сфотографировал этот остров мечты. Неделю назад, когда открыли этот парк, было очень много критики, туда приехали многие блогеры, журналисты, вышли статьи. И я, кстати, не видел ни одной хвалебной статьи. То есть все критиковали, критиковали за архитектуру, критиковали за то, что есть слишком много магазинов, критиковали за очевидные вещи. И вскоре вышло интервью с человеком, кто всё это дело строил, где он ответил на нападки. И мне кажется, будет здорово, если мы сейчас прочитаем его мнение, так сказать, дадим слово человеку, кто всё это дело построил. И узнаем, почему так получилось. Фасад и проект здания делало архитектурное бюро Chapman Taylor, одно из крупнейших в мире и лучшие в Европе. Стояла задача сделать проект, где должна присутствовать и сказка, и строгость. Потому что у нас здесь ещё и городской променад. Поскольку парк находится в самой Москве, мы ориентировались на её архитектуру. На здания разных эпох. ГУМ, ЦУМ, сталинские высотки. Я отношусь философски к тому, что многим не нравится. Со временем люди увидят красоту в этом здании. Проводили же целые демонстрации, чтобы Эйфелеву башню разобрали. А теперь это символ Парижа. Ох, любят же у нас любое говно оправдывать тем, что Эйфелева башня тоже не всем нравилась поначалу. Да, ну здесь надо пояснить, что вот это архитектурное бюро, которое делало проект, оно даже близко, далеко не лучшее в Европе и тем более в мире. Можно просто посмотреть на их проекты. И совершенно непонятно, на чем основаны новомера на этот вывод. Хороших проектов у них просто можно по пальцам пересчитать. Зато они наловчились проектировать гигантские торговые центры по всему миру. У них огромный проект, у них очень большой объем работ. Но с точки зрения архитектуры они делают очень слабые проекты. Ну, собственно, они добрались до Москвы со своим очередным огромным торговым центром. Слышать про отсылки к Уму, Суму и тем более сталинским высоткам вообще как-то странно. Единственная отсылка у фасада острова мечты — это лужковский лубочный вот этот вот стиль. И если на что-то авторы и ориентировались, то ориентировались они на Атриум. Но даже очень слабый проект удалось испортить на этапе реализации. Вот так вот башня главная выглядела на проекте, а так она выглядит в жизни. Сами объемы во время реализации вообще съехали, и теперь это больше похоже на какой-то глюк трехмерного редактора. Здесь даже не надо быть архитектом, чтобы понять, что если бы этот замок, на секунду мы представим, что если бы этот замок был бы реальным, то такого сопряжения просто не могло бы быть. Конструктивно вот это невозможно. Здание бы просто рухнуло. По сути же главный фасад — это гигантский ангар, который облицевали дешевым керамогранитом и увенчали башенками. Это типичная архитектура торговых центров, когда внешний фасад здания делается максимально убогим и примитивным. Ведь основное действие происходит внутри. Мы не гуляем вдоль коробок торговых центров. Мы быстро забегаем с парковки внутрь, где уже ходим вдоль галерей магазинов. Потому что владельцам торговых центров не нужно, чтобы вы ходили вокруг, чтобы вы наслаждались архитектурой. Владельцам торговых центров нужно, чтобы вы туда вошли и что-то купили, потратили там деньги. Внешне это действительно все выглядит как такой торговый центр, с которым просто неприятно находиться. Почему так происходит? Потому что он совершенно не масштабен человеку, потому что все детали, все элементы сделаны очень грубыми. И где-то вот издалека, когда у вас силуэт этого замка на горизонте виден, это еще может смотреться как-то нормально. Но когда вы подходите вблизи, то вы видите просто дешевую эту плитку с керамогранита, распечатанные на принтере якобы какие-то витражи. И это не та дедалировка, не та проработка, которую приятно как-то рассматривать, с которой приятно было бы контактировать. И здесь кто-то может мне возразить, что парк же крытый, все нормально, зачем заморачиваться над внешней архитектурой. Но я поспорю, нам же вроде бы обещали тематический парк. А это, как я уже сказал, сказка, это атмосфера, это магия. И она складывается из кучи разных деталей. С помощью архитектуры нам надо заставить посетителей поверить в чудеса. Очень важны первые эмоции, первые впечатления, когда мы только видим объект. Фасад, если можно произойти такую аналогию, это как упаковка подарка. Мы еще даже не открыли коробку, но уже кайфуем. От того, какая бумага, какой бант, как вся эта подача. Это и создает магию, это создает радость. Здесь же глазу просто не за что зацепиться. Огромные окна заклеены напечатанными на принтере витражами и все. И в нем живут не сказочные герои, в нем живут магазины. Да, ты мой солнышко. Короче, в этом сказочном замке живут магазины, в нем нет сказочных героев. Потому что вы заходите и там сразу идут две улицы магазинов, потом площадь магазинов, потом опять две улицы магазинов. И потом вы уже попадаете на аттракционы и в этих аттракционах тоже одни магазины. На входе досмотр, рюкзаки у вас просвечивают на сканере. Все примерно так, как происходит сейчас на вокзалах. Кроме главного входа есть еще два боковых, где людей меньше. И если на главном входе выстраивается большая очередь, то охрана через мытьюгальники направляет народ на боковые входы. А иногда вообще главный вход закрывают. Если вы думаете, что вы войдете и окажетесь в сказке, то я вас немного разочарую. До самого парка аттракционов добраться не так просто, как кажется. Потому что сначала вы попадаете в огромный торговый центр. Многие люди вообще не понимают, что происходит и думают, что остров мечты это и есть вот эти вот куча магазинов. Торговый центр, кстати, совершенно обычный, набор арендаторов как в какой-нибудь Меге. И забавно, что создатели парка стыдливо называют вот эту вот гигантскую зону торгового центра городским променадом. Я, кстати, думал, здесь все магазины будут какие-то детские, а тут обычные магазины, как в торговом комплексе. Они даже в детский парк развлечения умудрились вместить магазин с нижним бельем. А если мы с вами посмотрим на карту острова мечты, то окажется, что зона торгового центра даже чуть больше, чем зона развлекательного парка. В отличие от обычных торговых центров, в острове мечты авторы попытались воссоздать улицы разных городов. Лондона, Барселоны, Рима, Беверли-Хиллз и Москвы. Идея, на первый взгляд, неплохая, если не обращать внимание на исполнение. Ну, например, чтобы создать атмосферу Лондона или Рима, мало состряпать просто пародию на Колизей, поставить пластиковую телефонную будку. Потому что город — это детали, про которые авторы острова мечты просто забыли. Возьмем, к примеру, улицу Лондона. На дороге почему-то стоит гигантская красная телефонная будка, наспех сколоченная из фанеры. Спрашивается, почему нельзя было купить настоящую телефонную будку в Лондоне и поставить ее? Они спокойно продаются на eBay, вам ее доставят. При этом при бюджете строительства этого парка можно было скупить вообще все телефонные будки во всей Англии. На строительство потратили столько же, сколько небоскреб Бурж-Халифа в Дубае стоит. Почему не поставили, например, настоящие лондонские лавочки, дорожные столбики? Почему не повесили лондонские таблички? Почему в конце концов даже не поставить просто двухэтажный лондонский автобус? Когда декораторы пытаются сделать какую-то отсылку, они очень внимательно подходят к деталям. Потому что подлинные детали создают настроение. Из чего это сделано? Не знаю, больше на какой-то металл похожий. История такая, что действительно фасад здесь отштукатуренный. То есть я не знаю, из чего конкретно они сделаны. Но понятно, что они не белые, потому что они внутри... Тут такой звук видно, да? Пустой. То есть внутри они все пустые. И понятно, что... Но они отштукатурями покрашены. То есть это не пластик. Проблема в другом. Проблема в том, что много косяков в деталях. То есть сделаны неаккуратно, сделаны грубо. Они вот просто так вот портят вид и портят все впечатление. Да. Потом очень много во всяких этих вот дырках. Все эти вот трещины, видите, там все так неряшливо и грубо сделано. Из-за этого, ну, это общее впечатление такой небрежности и неряшливости. И то, что люди пишут про пластмассовый мир победил, скорее, это идет такая ассоциация. То, что пластик это что-то такое дешевое, недолговечное. А вот это вот ощущение такого дешевизма, оно создается именно вот благодаря таким деталям. Да, когда у нас пластиковые окна. Окна-то пластиковые. Я думаю, здесь спорить никто у нас не будет. И здесь я хочу вам напомнить, как в этом случае поступают арабы. Я не раз рассказывал про проект Last Exit, который сделан в Дубае на выездах из города, когда сделали тоже различные тематические зоны. Так вот, для того, чтобы тематическая зона была максимально аутентичной, создавала нужное настроение у посетителей, авторы действительно взяли, собрали подлинные детали. То есть, если речь идет про Америку прошлого века, середину прошлого века, то они где-то достали ретро вот эти вот заправки, старые автомобильные номера, какие-то элементы автомобилей, пригнали настоящие ретро автомобили. Вот это вот все помогло создать нужную атмосферу. В итоге все улицы получились примерно одинаковые. За вывесками и витринами магазинов совершенно не чувствуется атмосферы разных городов. Если была задача ее создать, то задача провалилась. Но самый *** это дорога. То есть, на всех улицах торгового центра они реально сделали проезжую часть и тротуары. Естественно, везде бордюры, о которых все спотыкаются. Здесь возникает вопрос, зачем? Ну то есть, авторы, кто это все делал, они видимо не представляют себе городскую улицу без бордюров, проезжей части и узеньких тротуаров. Новые улицы Лондона делаются полностью безбарьерными, без бордюра. А вы в своем торговом центре лепите бордюры, какие-то непонятные переходы, ставите тумбы с рекламой, которые все загораживают. Вообще непонятно, вы в каком году сейчас живете. В итоге люди с колясками мучаются, дети и взрослые постоянно спотыкаются. При мне несколько человек чуть просто не упали на этих улицах. Стоят машины, которые нельзя трогать руками. Спрашивается, зачем вы в детском парке выставляете что-то, с чем нельзя контактировать, что нельзя трогать руками. Это же не автомузей, это детский парк, сюда приходят дети, и естественно желание ребенка это подойти потрогать. Вопрос деталей. То есть здесь, например, какой-то видимо эвакуационный выход, и здесь видны вот эти лючки с огнетушителем и пожарным краном, они никак не декорированы. Но опять же, вот смотрите, вот уровень деталей, да, то есть они прикрепили дерево, и торчат какие-то металлические болты. Тут львы, и опять же, то есть они на самом видном месте, они делают это пожарное свое оборудование, никак вообще его не декорируют. У льва под жопой какой-то лежит остатки, и вообще у него хвост уже отваливается. Что случилось со львом? У него хвост треснул, у него подкопка какая-то штука. Лёва, Лёва у нас пластиковый, Лёва пластиковый. У них подсюду... Болты. Да, здесь подсюду торчат болты. Мне кажется, это не очень безопасно, учитывая то, что здесь играют дети. То есть смотрите просто, мы берем, да, и тут подсюду они при этом... Они их даже никак не надели, на них никакие колпачки. То есть если они конструктивно ложанулись и сделали неправильно, то хорошо, потом можно было сделать какие-то защитные колпачки. Здесь ничего этого нет, здесь просто все это как-то торчит грубо и все. Кстати, обратите внимание, несмотря на то, что это пластиковые пальмы, они почему-то не сделали нормальную пресвольную решетку. Почему-то эти пальмы растут в каких-то бордюрах, хотя можно было просто сделать провинь с тротуаром. Ну и вот мы медленно, но верно входим в парк аттракционов. Мы прошли парковку, мы прошли торговый центр и наконец попали на площадь с турникетами и кассами. Здесь надо похвалить создателей, потому что по всей площади расставили много касс для самостоятельной покупки билетов. Это действительно удобно, нет очередей. В отличие от других парков, где иногда приходится в очереди за билетом провести много времени, здесь с покупкой билета проблем не возникнет. Сразу на выход, смотри, ты вошел, и тебе сразу говорят, как отсюда выйти. Беги отсюда. А то кто-то покурил и оставил здесь бычок. Видимо, что если малыш пойдет, захочет покурить, можно будет взять бычок прямо на входе, пару раз затянуться и оставить его здесь. Войдя в парк, посетителя ждет первое на*****. Оказывается, еще не все аттракционы работают. При покупке билета об этом никто не сообщает. В рекламе, которую они везде крутят, тоже сказано, что все работает. Но на деле, например, замок Снежной Королевы, отель Трансильвания, или часть зон в Черепашках-Ниндзя, они сегодня просто закрыты. Закрыты и огромный кинотеатр, не сделаны парки благоустройства, которые вокруг этого острова мечты. То есть многие зоны просто не работают, и об этом нигде не сказано. Можно порыться в сайте, и на сайте есть там скоро открытие, скоро открытие. Но когда вы приходите в парк, вам никто не сообщает при покупке билета, что какой-то процент зон просто не будет работать. Мне никто не сделал скидку на билет. Почему я должен об этом уже узнать, пройдя контроль? Может быть я шел специально на Черепашек-Ниндзя? Всю жизнь мечтал на этой горке прокатиться. Этот парк больше похож на большое разочарование. Вы платите за сказку, а попадаете в торговый центр с аттракционами. Ну и пару слов я хотел бы сказать о билетах. Люди жалуются, что билеты дорогие. И вот у меня в руках билет, который я купил. Это билет на взрослого в выходной день. Стоит он 2900 рублей. Если сравнивать с другими парками, то, например, билет в парижский Диснейленд сегодня мне бы обошелся в 5700 рублей. Диснейленд в Токио 4800 рублей. А если бы я вдруг приехал в Калифорнию, в самый главный Диснейленд в мире, то билет бы мне обошелся в 10500 рублей. Что в три раза дороже билета в Остров мечты. Но здесь нужно понимать, что, во-первых, билеты в такие тематические парки, международные, крупные, обычно они там комбинируются. Там есть очень много разных вариантов. Например, когда вы снимаете отель, у вас билет дешевле. Когда вы берете билет на несколько дней, вы можете купить себе абонемент на год. И там всегда есть очень-очень много вариантов, которые делают билет гораздо доступнее. И при грамотном подходе у вас билет в Диснейленд будет стоить не дороже билета в Остров мечты. Всего в парке 9 тематических зон. Это деревня смурфиков, это черепашки-ниндзя, Hello Kitty, отель Трансильвания, Маугли в стране динозавров, гонка мечты, заброшенный дом, замок Снежной королевы и сказочная деревня. Как можно догадаться из названий, только 4 из 9 зон сделаны по мотивам известных мультиков. И здесь возникает больше всего вопросов. Еще раз, что такое тематический парк? Это очень сильные бренды, у которых есть фанаты, это герои, которых все знают и любят. Что же мы видим в Острове мечты? Ну, первое, смурфики. Ну, так, по мне это довольно проходная история, мои дети к ним вообще равнодушны. Я не уверен, что в России у смурфиков прямо супер много фанатов. Второе, это черепашки-ниндзя. Это вообще что-то из моего детства. То есть мы смотрели, кому сейчас 30-40 лет, они черепашек-ниндзя хорошо знают. Да, сегодня продолжают они как-то эту франшизу эксплуатировать, выпускать какие-то фильмы или еще что-то, но современные дети про них либо не слышали вообще, либо слышали как-то вскользь. И мне сложно поверить, что у современных детей есть прям какие-то фанаты черепашек-ниндзя. Следующая зона франшизы, на которую авторы все-таки купили, это отель «Трансильвания». Русским детям он знаком под названием «Монстры на каникулах». Его дети знают, да, но я бы не сказал, что ради «Монстров на каникулы» стоит прямо идти в парк. Ну и четвертое, это «Хеллоу Китти». Наверное, это самый яркий бренд, который действительно все хорошо знают, многие его любят, но он ориентирован скорее только на девочек определенного возраста. И если с этими четырьмя зонами как-то понятно, то с остальными пятью творится вообще что-то невероятное. И здесь вы скажете, ну как же, почему только четыре, ведь есть и «Маугли», и «Снежная королева», это, наверное, что-то прикольное. Нет, друзья, это банальная... Алло, еще одно место. Потому что, чтобы сэкономить бабло и не платить правообладателям за франшизу, авторы этого парка решили просто сделать своих героев. Да, это не тот «Маугли», который вы ожидаете увидеть, это не та «Снежная королева», это вообще все немножечко не то. Это подделка. Ну и тут вышла заминка, то есть они не смогли даже нормально подделать, потому что они сэкономили не только на франшизе, они сэкономили еще и на художниках. В итоге детей ждут ужасно стрёмные и невыразительные персонажи. Вот, к примеру, посмотрите, что ждет любителей гонок. А вот заброшенный дом. Уровень проработки героев, качество, это какой-то гастролирующий цирк Шапито. Мы таких героев в школе на переменах в тетрадках рисовали. А теперь скажите, можно ли влюбиться вот в этих героях? Хочется ли он покупать футболки с ними? Мне кажется, маловероятно. И тут у вас возникает вопрос. А почему в русском ответе Диснейленду вообще нету русских героев? Нормальных русских героев, которые мы любим, которых мы знаем. Тем более нам есть чем гордиться. Например, просто великий мультик, сериал Маша и Медведь. Машу и Медведь смотрят во всем мире и хорошо знают и узнают наши дети. Или там те же самые смешарики. Ну или даже тот же самый союз мультфильм с хорошо знакомыми героями. Как же так получилось, что этих персонажей в Острове Мечты вы не встретите? Проблема, опять же, в жадности создателей. Например, союз мультфильм долгое время был партнером Острова Мечты. И они подписали договор. И по планам нас должны были на входе встречать там чебурашки, волки и все остальные. Но Остров Мечты поругался с союз мультфильмом в 2018 году из-за жадности. Потому что союз мультфильм, суки такие хотели, 3% с продажи игрушек. А дирекция вот этого Острова Мечты сказали, хрен вам они 3%, мы придумаем своих героев. Но самое забавное, как владельцы парка, они объяснили эту ситуацию. Объяснили ее в стиле, не очень-то нам и хотелось. Журналист спрашивает. А почему в парке нет колобка, бабы-яги, змей, горыныч и вообще ничего русского? Это и туристам было бы интересно. И в России сказки и персонажи знают и любят. Итак, начальник парка отвечает. Да кто сказал, что это любят? Если бы это любили, то игрушка баба-яга была бы самой популярной. Все бы ее производили, а дети покупали. Ведь недостаточно построить парк и сделать тематическую зону. Нужно вкладывать сотни миллионов долларов, чтобы развивать этот бренд. Disney шел к этому 100 лет, а мы только начали. Причем мы пошли по сложному пути. Все же 60% парка занимают наши бренды, про которые мы написали новые истории. Вот есть Маугли Киплинга, есть советский мультфильм про Маугли, есть мультфильм у Disney. Все пишут новые истории по старой сказке. И мы сделали так же. У нас получился Маугли в стране динозавров. Снежная королева у нас не злая, а добрая. Мы написали сказку, в которой рассказали, почему она украла мальчика Кая. То есть, если вы не поняли, я вам поясню. То есть, вместо того, чтобы просто взять известных всеми любимых героев, которых просто знает каждый ребенок, каждый взрослый, которых все любят, авторы парка решили сэкономить и придумать свои версии сказок. То есть, они сказали, нафига нам нужен Маугли Disney, нафига нам нужен Маугли союз мультфильма. Мы сделаем своего Маугли ничуть не хуже. И у них теперь есть свой Маугли, который тусуется с динозаврами. У них есть своя Снежная королева. Чтобы вы понимали, Снежная королева – это такой микс холодного сердца. То есть, они решили немножко донуть у Диснея холодное сердце и союз мультфильмовской королевы. Ну, нарисовали такую вот пародию. И вот там, где вот этот замок, вот этот Снежная королева, там вообще делать нечего. Просто подошел, посмотрел на замок и там наверху кафе и все. Вот посмотрите, как выглядит подделка на Маугли. Да, вот подделка на Маугли выглядит так. Я хочу, чтобы вы вспомнили, как начальник парка, он рассказывает, что советских героев никто не любит. Их настолько никто не любит и настолько их никто не смотрит, что они просто взяли и сделали своего совершенно нового и совершенно ни на кого не похожего Маугли. Да, который просто почти один в один просто с Пижен и у Союз мультфильм получился почему-то. Его настолько не любят, что пришлось прямо с**ть этого нелюбимого Маугли. То есть, видно просто, что они взяли, как китайская подделка, когда берут Adidas или Nike, исправляют там одну букву, одну черточку, чтобы не попасть под закон об авторском праве, а так типа то же самое. Мы переосмыслили кроссовок, теперь называется Abibas. Abibas никто не любит, Adidas ведь никто не любит, а у нас теперь свой кроссовок. Ну и вот, чтобы окончательно вас удивить, вот вам местный Буратино. Да, чтобы не платить за франшизу, его назвали, кстати, Буратино назвали сказочной деревней. Это не совсем Буратино, это сказочная деревня. Да, кстати, в сказочной деревне и кроме пустого фудкорта и магазинов ничего нет. Но с новыми героями возникает еще одна проблема. Их не знают дети. То есть, мы-то привыкли, что Снежная Королева злая, а Маугли должен жить в джунглях с мишкой удавом и пантерой. Приходим в Остров Мечты, нам говорят, что Снежная Королева теперь добрая, а Маугли тусуется с динозаврами. Но на это у владельцев Острова Мечты тоже есть ответ. Мы сейчас снимаем мультфильм по нашему аттракциону. Перед ним мы покажем всю историю. Ребенок уже будет все знать про этого персонажа. Это сложная, кропотливая работа. Мы могли бы взять и просто фиксиков сюда поставить. Но мы привлекли художников, мультипликаторов, написали сказки, нарисовали героев. Это тоже российский продукт. Он ничем не хуже фиксиков или Маши и Медведя. Кто сказал, что наши герои не станут популярными? Угу. То есть, да. Они теперь решили... В общем, они не только парк аттракционов построили, они еще и мультик теперь будут делать. Все сделали сами. Ну, что нам рисовать этих героев? И мультик еще состряпаем. Но, судя по уровню их художников, мне даже немножко страшно, что за мультики скоро нас ждут. Но зато будет над чем поржать. И можно будет пробить дно по рейтингам, потому что вряд ли получится что-то нормальное. То есть, сегодня в парке нет никакой явной концепции. Это не единая вселенная какого-нибудь известного бренда. Это совершенно разные герои. Часть справ они смогли по дешевке купить, остальное просто скопировали как могли. Ну, и так сойдет. Теперь, что касается самих аттракционов. А я напомню, с чего я начал. Парки принципиально делятся на парки аттракционов, куда мы приходим за острыми впечатлениями, пощекотать нервишки. И на тематические парки, куда мы приходим за атмосферой. Это такая фанатская история, куда мы приходим, чтобы посмотреть на любимых героев. Значит, как мы поняли, с любимыми героями здесь тупо. Их практически нету, есть какие-то посредственные и есть какие-то еще не раскрученные. То есть, идти за сказкой, за магией, за атмосферой любимых мультиков и фильмов в парк точно не стоит. С аттракционами, на самом деле, тоже все так себе. В целом, это уровень такого курортного парка аттракционов. Если вы были, не знаю, где-нибудь даже в Сокольниках или в Сочи или за границей, там практически на каждом курорте есть парки аттракционов, то вы совершенно не удивитесь в Острове Мечты. Американские горки вообще не серьезные. Ну, здесь есть ограничения из-за того, что все аттракционы маленькие, потому что парк крытый. То есть, они, наверное, могли бы построить какие-нибудь классные горки, какие-то супер качели или еще что-то, но из-за того, что парк крытый, вы сами понимаете, места мало, поэтому там стоят только такие довольно маленькие и не очень какие-то вау аттракционы. Все эти аттракционы уже стояли лет 20 назад в парке Горького и на ВДНК. Вот меня, мне 36 лет, меня там ничего не удивило, я даже не стал на них заходить, потому что я много раз это видел. Там нет вообще ничего такого, ради чего стоит туда идти. Для того, чтобы было не совсем уныло, они на некоторых аттракционах дают там эти очки виртуальной реальности, ну извините, вот эти вот 3D, 5D и так далее есть в каждом торговом центре. То есть, удивить современного ребенка очками виртуальной реальности, ну это уже совсем, я не знаю, не тот уровень. Такие же примерно аттракционы, они есть в Сокольниках, есть в Сочи парке, поэтому если вы там были, то в Острове Мечты вам будет явно скучно. Этот заброшенный дом оказался очень страшным. Расскажешь, Лен? Что там было? Там страшно. А чего ты боялась, расскажи? Всего? Ну там страшно очень. Оброшенный дом, там темно, там очень атмосферно и там актеры, которые выскакивают, что-то показывают. Проблема в том, что если вам стало страшно, то оттуда сложно выйти и нам потребовалось минут 10, чтобы найти в темноте оттуда выход. Ну то есть там были какие-то дети, которые начинали плакать, ну Ленка очень испугалась и оттуда нельзя экстренно выйти. При том, что ребенок там плакал минут 5-10 и никто из актеров там не подошел, не показал на выход, вообще непонятно, что делать. Непонятно, как оттуда эвакуироваться, если у тебя там паника и ты испугался. В общем этот замок действительно страшный. Вообще очень сильно, особенно после американских и европейских парков, чувствуется такая вот общая неряшливость, небрежность. То есть, ну казалось бы, они делают новый парк и можно сделать его почти идеальным. Но на каждом шагу здесь какой-то на веревочке прикреплен вот этот указатель, почему они сделали нормальный. Калитка, она закрыта на какие-то хомуты, там потом еще какая-то веревочка. Газон, который они матерчатый постелили, он тоже весь в складках, где-то расходятся швы. И когда ты со всем этим контактируешь, у тебя постоянно есть какое-то ощущение, что либо они торопились, либо они просто криволапые, низкоквалифицины рабочие. То есть, видите, там какая-то пленка вон торчит строительная, не убрали, где-то валяется мусор, там ветки не хватает у дерева. И вот это вот тебя все окружает и сразу заметно, что что-то здесь идет не так. То есть, вот видите, как все сделано, да? Они сделали этот газон пластиковый, искусственную траву и не смогли нормально проложить под ним провода. То есть, вот он подсюда как-то отходит. Кстати, интересный момент. Они, видите, на двери сделали как бы след от когтей динозавра. Но, поскольку они сделаны наружу, то динозавр явно с той стороны процарапал. По-хорошему, конечно, они должны были внутрь. Ну, это уже кусовщина, вопрос деталям. Забавно обратить внимание, что здесь они расставили вот эти вот аппараты с мороженым, с водой. Но они забыли сделать скрытые лючки для подключения питания. Поэтому подсюда вот прокинуты эти сопли проводов. Хотя, ну, когда изначально вы планируете, что у вас будут стоять какие-то торговые точки, просто делается скрытая проводка, лючок, и она нормально подключается, и нет необходимости эти провода здесь кинуть. Несмотря на то, что народу почти нет, а очередь есть. То есть, вот те, кто заходит в Пастрах, они заходят вообще без очереди. А у нас обычные билеты, и нам надо в очереди стоять. То есть, когда здесь будет много народу, Пастрах будет оправдан. Я не знаю даже, что здесь можно выйти, но здесь нет ни одного такого крутого аттракциона. Здесь нет такого ничего, что прямо там вау, да? То есть, например, Ferrari Park в Абу-Даби, Ferrari Park в Абу-Даби, да? Там, наверное, у них есть этот симулятор вот этого вот разгона, как болид там за несколько секунд от нуля до ста километров. То есть, там какие-то вот такие фишки. Там вот эти вот подлинные машины можно посмотреть. Там можно окунуться в атмосферу. Если ты фанат Ferrari, ты отказываешься, просто у тебя вся атмосфера сделана для тебя. Там машины какие-то про историю, сами аттракционы, сувениры. И это очень круто. Даже, типа, гоночный болид, который здесь стоит, он не настоящий. Можно было и какой-нибудь настоящий старый поставить. А здесь просто какое-то картонное проявление. Здесь такие обычные аттракционы, которые, ну, видите, там, не знаю, на набережной, в каком-нибудь курортном городе. Они неплохие, они обычные. То есть, это такой вот парк аттракционов, который, не знаю, раньше в парке Горького такое было. То есть, ничего из такого прямо удивительного и фантастического нет. И во всех местах чувствуется, что ты просто на машине времени оказался где-нибудь в 90-х, в начале нулевых. То есть, построение такой парк при Лужкове, где-нибудь там, в 2000 году. То все бы сказали, вау, круто, замечательно. Мы теперь будем вместо шашлыков в парке Горького, мы будем вот ходить сюда. Но сегодня 2020 год. И сегодня называть это каким-то крутым парком просто вот у меня язык не повернется. Конечно, я понимаю, что большинство людей, кто в этот парк будет ходить, им не с чем сравнивать. Они никогда не были в Диснейленде, может быть, никогда там не окажутся. Они не видели другие тематические парки, и они будут приезжать и будут радоваться. Будут радоваться дети, и все будут говорить, ну, смотрите, людям же нравится, это все замечательно. Но, друзья, мне кажется, если уж мы как-то с гордостью говорим, что в Москве что-то самое-самое появилось, то нужно как-то ориентироваться на лучшие мировые примеры и практики. Глупо называть очень посредственный, устаревший и примитивный парк с примитивными аттракционами. Глупо называть это каким-то самым лучшим и самым крутым парком. Отдельно хочется сказать про вот все эти магазины с сувенирами, которые у них есть. Потому что если кто-то из вас был в тематических парках иностранных, кто-то из вас был в Диснейленде, в Universal, в Legoland и так далее, то вы знаете, что сувенирный магазин это вообще отдельная тема. Там продаются специальные футболки, какие-то брелочки, я не знаю, там игрушки. Там очень много, и там разбегаются глаза. То есть даже я взрослый человек, проходя мимо этих магазинов, мне сложно просто удержаться и не купить конфетки или еще что-то. Это выглядит мега круто, там огромный ассортимент, но в острове мечты очень странно. Они сделали какой-то супер скудный выбор. Просто, не знаю, китайские кружки, пенальчики и нет вообще ничего. То есть даже не захотелось. Я подходил туда с ребенком и Ленка ни разу не сказала, пап, купи. То есть, а там просто пустые магазины. Это какой-то провал, это полнейший провал. Дети не просят им ничего купить. Вы себе можете представить парк аттракционов, парк, который они сделали, где дети не хотят ничего, не просят у родителей что-то им купить? Мне кажется, это такой показатель. Я не рекомендую вам туда ходить, не рекомендую вам тратить деньги. Вы, скорее всего, разочаруетесь. Может быть, со временем они там подпилят, откроют новые вот эти вот зоны, и они будут какие-то фантастически крутые, я не знаю. Но на сегодняшний момент этот парк, остров мечты, не стоит потраченного времени и не стоит потраченных денег. В общем, что, друзья, спасибо, что смотрели. Что надо сказать, Лена? Так вот, это мой еще один тердаким. Подписывайтесь на канал и не тратьте свое время и деньги на остров мечты. Друзья, вам сюда, если надо, то только от безысходности. Если надо, то только сходите там по магазинам и выйдите. На аттракционы не идите. Все. А еще там есть колизей с пластиковыми стеклами.